С днём энергетика специалистов отрасли поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Он отметил успехи города в области энергетики и вручил работникам памятные грамоты и подарки. Всего наградили четыре организации. В компании ПАО Магадан Энерго отметили девять специалистов. В МБУ «Горсвет» пять энергетиков. В МУП «Магадан Теплосети» десять работников. Мэр Магадана Юрий Гришан выразил благодарность труженикам Магадана, пожелал им здоровья, плодотворной работы и отличного настроения в Новый год. Также глава областного центра отметил, что в наступающем году им предстоит большая работа. Я очень рад, что у нас такой замечательный коллектив «Горсвета». Я бы хотел, чтобы в канун Нового года у нас все получилось и никто у нас не болел. Это, наверное, сегодня самое главное. И первое, о чем мы будем говорить в новогоднюю ночь, это здоровье, здоровье, здоровье. Будет здоровье, будут деньги, будут дети, будет счастье и все остальное. Вот поэтому я вам тоже хочу пожелать всем, дорогие мои, хорошего Нового года, но в здоровом духе. Больницы переполнены, нет для вас там места. Обеспечивает теплом столицу Колымы МУП «Магадан Теплосеть». Мэр Магадана лично наградил коллектив организации памятными грамотами. Также глава областного центра выразил благодарность за то, что и в новогоднюю ночь они работают на благо жителей города. Как отметили специалисты, малая энергетика, коммунальная энергетика также имеет отношение к этому профессиональному празднику. Сотрудники котельных служб вырабатывают энергию и тепло в каждый дом. Они работают и днем, и ночью. Мэр произвел награждение наших сотрудников, которые работают посменно, круглосуточно, вне зависимости от того, будет праздник, не будет праздник, Новый год, не Новый год. Они всегда находятся персонал у котлов, у насосов и обеспечивают бесперебойное и качественное теплоснабжение. Я поздравляю с Днем Энергетика, желаю, чтобы энергия не иссякала никогда, чтобы она была через край и эта энергия хватала как на самих себя и семью, так и на остальных. Градоначальник отметил, что в новом году состоится энергосервисный контракт. Старые светильники будут заменены на новые системы. Благодаря этому в Магадане произойдет колоссальная экономия электричества и энергии, а также будет обеспечена нормативная освещенность на улицах города. Произойдет и большая работа по модернизации светофорного движения. Суд вынес приговор убийцы молодого врача Андрея Кима. По данным Следственного управления по Магаданской области, в ночь с 27 на 28 декабря 2019 года компания мужчин проводила время в одном из частных гаражей в районе Галут по улице Гагарина, 58. Во время застолья осужденный, находясь в алкогольном опьянении, стал конфликтовать с обравшимися. По этой причине его выпроводили и вызвали знакомого развести гостей. Злоумышленник съездил домой, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к приятелям ради мести. Открыв дверь гаража, он произвел три выстрела в сторону своих знакомых. Водитель авто поморгал фарами и направил машину на преступника, чтобы предотвратить стрельбу. За это в водителя выстрелили два раза. От полученных огнестрельных ран 36-летний водитель скончался на месте. На суде обвиняемый сказал, что таким образом он хотел пошутить. В случае с убийством водителя автомобиля имелась запись с видеорегистратора, в связи с чем здесь более-менее было все понятно. Однако версия стороны защиты заключалась в том, что мужчина не желал совершать убийство своих приятелей, которые находились в гараже и просто пытался пошутить. Вместе с тем, собранные следствием доказательства, которые были представлены коллегией присяжных заседателей Государственным обвинителем прокуратуры Магаданской области, убедили их в обратном. Единогласным решением коллегии присяжных заседателей мужчина был признан виновным в совершении покушения на убийство трех лиц и в убийстве водителя автомобиля в связи с выполнением им общественного долга по пресечению преступления. Коллегия присяжных заседателей на суде единогласно признала преступника виновным и незаслуживающим снисхождения. На основании обвинительного вердикта мужчине Магаданским областным судом по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В муниципальном центре культуры наградили участников конкурса «Магаданский хрусталь». Елена Левина приехала из Челябинска, чтобы поучаствовать в состязании. Работает она архитектором. По словам девушки, ей было интересно побывать в столице Колымы. Для Елены это первый опыт работы со льдом. Первый раз, когда я работаю со льдом, так что для меня все впервые. Я хотела увидеть Магадан, именно дальнюю точку России. Знала, что здесь есть фестиваль «Магаданский хрусталь» и приехала конкретно сюда. Впервые увидеть потрясающих мастеров, посмотреть на их работы, как они работают, мастера из Якутии, из России. Ежегодный конкурс провели на аллее «Магаданское время» в 14 раз. В этом году с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участие приняли 16 команд из России и зарубежья. В номинации «Мастер» – 13, в номинации «Юный скульптор» – 3. На протяжении почти недели скульпторы создавали для магаданцев новогоднюю сказку. По словам жюри, работы были очень интересные. «Сказали мне сейчас члены жюри, что работы этого года намного интереснее, чем работы прошлого года. 14 фестиваль, который у нас проходит, он, на их взгляд, самый-самый интересный и очень много работ, которые заслуживают очень серьезного внимания и оценки». Жюри оценивали не только мастерство и технику исполнения, но и художественную задумку. Всех участников и победителей «Магаданского хрусталя» наградили грамотами и ценными призами. Ледяные скульптуры будут радовать жителей областного центра и его гостей до февраля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина в декабре семьи, в которых есть дети до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Это право сформировалось у тех, кто живет на территории нашей страны. Также дети должны быть рождены с 18 декабря 2012 года. Выплату производят автоматически на основании документов, которые семьи подавали ранее. «Наверняка у многих изменились какие-то счета в банке, реквизиты. Может быть, кто-то, мама, например, вышла замуж, может быть, у ребенка поменялась фамилия. То есть какие-то персональные данные, которые необходимы для выплаты, могли измениться. Ожидаем, конечно, определенный возврат с банков, потому что мы перечислялись по тем данным, которые у нас были. Ну, за это время никак мало что можно было уточнить. Так вот, если еще не дошли, знаете о том, что изменились какие-то данные, необходимые для выплаты. Это обязательно нужно сделать». Сообщить об изменении персональных данных можно через госуслуги или при личном обращении в пенсионный фонд по предварительной записи. Срок подачи заявления до 31 марта 2021 года включительно. Сотрудники медиахолдинга «Вечерний Магадан» и комбината «Зеленого хозяйства» установили уличные кормушки в рамках акции «Покорми птицы зимой». По словам Алексея Гаврилова, директора КЗХ, таким образом они заботятся о тех птицах, которые стали зимовать в областном центре Колымы. «Это всякого рода синички, воробушки, которым тяжело добывать пищу в городе, с учетом того, что было похолодание, обмерзание. Ну, оно-таки тяжело. И мы присоединились совместно с медиахолдингом «Вечерний Магадан» к этой акции, чтобы поддержать живность нашу местную магаданскую, чтобы ей было где покушать и, может быть, даже согреться, ну, не согреться, а укрыться в этой комбинированной кормушке, которая содержит в себе в том числе и скворечник». На один домик для птиц уходит около трех дней. Плотник организации изготавливает его в свободное от работы время. Всего таких кормушек шесть. Все они разные. Как только специалисты определятся, какая подойдет для птиц лучше, скворечники установят в скверах и парках по всему городу. Спасибо.